Беспрерывный поток к молодежному театру не прекращался ни на минуту. Сотни человек, участники фестиваля, судьи и просто зрители пришли на торжественную церемонию открытия Золотухинского фестиваля. В фойе гостей встречали танцоры, которые устроили батл и бом-музыканты города. В фестивале имени нашего земляка проводится уже в третий раз, но впервые может похвастаться таким масштабом. Участвуют театры с разных уголков нашей большой страны. Якутия, Карелия, ну и много-много. 14 театров участвуют в этом фестивале. Такая палитра впервые у нас. В течение недели ведущий театр представит свои лучшие постановки на крупных площадках. Всего заявлено 12 спектаклей, но только одному из них достанется главный приз – статуэтка «Воздушный шар». Символика выбрана не случайно. Персонаж Бумбараш, который принес зрительскую любовь Валерию Золотухину, летал на воздушном шаре. Но актеры признаются, главное – нематериально. Надо же себя показать, другие посмотреть, чтобы понимать, в каком мире живем. То есть, ты же не знаешь, вы же путешествуете куда-нибудь. Вот и так же увидеть что-нибудь хорошее, взять оттуда энергию. Верены в победе? Нет, мы же не за победой едем. Победа, она нужна директору театра, режиссеру театра. А нам главное – участие. Нам главное, чтобы зритель. Зритель – вот это самое главное. Театральный фестиваль имени Валерия Сергеевича Золотухина объявляется открытым. Сразу после этих слов на сцене МТА выступили артисты Новосибирского театра со спектаклем по пьесе Максима Горького, Васа Железнова. Представление вне конкурса для зрителей. Кстати, в рамках фестиваля пройдет ряд мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Так что помимо положительных эмоций, артисты увезут с собой полный багаж творческих знаний. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.